В наших краях туристический сезон начинается весной и заканчивается осенью. И это справедливо. Зимой многие достопримечательности скрыты под толщей снега. Но некоторые места лучше смотреть именно зимой. Именно с такого места мы начинаем наше путешествие в Паруси. Надпись из сосновых аллей. Ленин 110. Этот геоклиф высадили местные пионеры в 1980 году к юбилею советского вождя. Когда-то его прекрасно было видно летом с трассы Ульяновск-Барыш. Но сейчас аллея успела зарасти молодняком и буквы уже не так хорошо просматриваются. На фоне снега их видно лучше. Именно поэтому мы и начинаем наше путешествие отсюда. Кто еще покажет вам едва заметный привет из советского прошлого? Геоклиф находится возле поселка Водорадск. А там и до самого Барыша рукой подать. Название города Барыш не имеет ничего общего со словом Барыш в привычном для нас значении. Торговый навар, какая-то выгода. Так город называется в честь реки, на которой он стоит. И, кстати, это один из самых молодых городов Ульяновской области. Город Барыш появился на карте Ульяновской области только в 1954 году. Но появился он не на пустом месте. Здесь жизнь кипела задолго до этого. На относительно небольшом пространстве стояли несколько крупных производств. В поселке проходила железная дорога. Все считают, что город возник после объединения Гурьевки и непосредственно Барыша, бывшего Троицкого Кураедова. Но это не совсем так. Мы забываем, что Барыш сложился из семи ранее самостоятельных населенных пунктов. Деревня Елховка, железнодорожная станция по имени реки, названная Барыш, Гурьевка, Троицкое Кураедово, поселок Марина, деревня Силаевка и Силаевский Выселок. В этой деревне фабрика, в этой завод, в той школы. Тут мельница, там часовня. Объединились, и вот вам готовый город, в котором сразу все есть. Но главное здесь есть промышленность. Вот она, отличительная черта Барышского района. В отличие от своих соседей, Истари, эти земли славились не торговлей и не ярмарками. Тут был главный производственный цех. Сначала губерния, а при советах области. Тогда так и считали. Если Барышский район не выполнил план по промышленному производству, все, область не выполнила. Мы столько давали. Мы были вторые после Засвежского района. По промышленному производству, это точно. Жители района, барышцы или барышане, говорят, что они во всем первые среди соседей. По количеству рек на территории района – первые. По хвойным лесам – первые. По количеству дождей – и то первые, упоминают с улыбкой. Вот и по производству они долгое время держали пальму первенства. К сожалению, с советских времен многие производства закрылись. Но те, которые остались, заставляют барышцев гордиться собой. Одно из них известно далеко за пределами района. И давно стало, так сказать, одной из достопримечательностей. Лучший сувенир – вкусный сувенир. Барышский мясокомбинат всегда славился здоровой, а главное – питательной продукцией. Люди, предпочитающие туристский образ жизни, с консервами из барыша знакомы хорошо. Тушенка, овощные салаты, паштеты разлетаются с полок в один момент. Качество настолько высокое, что именно местные консервы идут с уточный паек для служащих в армии. Для нас, как для путешественников по заснеженным полям и лесам, съедобная сувенирка пришлась как нельзя кстати. Прежде чем продолжить путешествие, наша команда смела с полок все самое вкусное. Впрочем, провиант нам в дороге пригодился не скоро. Ведь мы направлялись туда, где усталых путников ждет и стол, и кров. Впервые я сюда попал, ну, примерно, наверное, это было в 95-й год. Там было всего лишь вот эти два здания, полуразрушенные стояли, часть стены с башней. Это вот крепостное, которое идет вокруг, ну, как это монастырское, крепостное монастырское. Вот, и все собственно. Жадовский монастырь – главный паломнический центр Ульяновской области. Снесенный до основания в советское время и заново отстроенный в эпоху Новой России. Обитель, ведущая свою историю с начала 18 века. Главной святыней монастыря является икона Казанской Жадовской Божьей Матери. Именно с ее явлением связано появление пустыни. История началась с того, что крестьянин Тихонов на протяжении шести лет был болен, расслаблен, как раньше называлось, сейчас мы сказали, парализован. Ну, на протяжении этих лет он с верой молился Богу, просил терпения, видимо. И Господь, видя его такое терпение и веру, посылает ему в соноведение, как вот в предании сказано, что явилась ему благообразная девица. Девица сказала Тихону встать и идти к роднику, что за селом Жадов. Поначалу крестьянин в сон не поверил, но тот стал повторяться ночь за ночью до тех пор, пока однажды поутру, обретя возможность двигаться, Тихон не отправился в путь. В то время в этих местах была непролазная чаща до топи, но болящий преодолел все невзгоды и в указанном месте нашел икону Божьей Матери. Люди, узнав о новоявленной святыне, стали сюда приходить, молиться. И по молитвам Пресвятой Богородицы Господь многим давал исцеление душевных и телесных недуг. Так началась история Жадовской обители. За три с лишним века всякое бывало, и закрывали ее, и вновь заселяли монахами. Монастырь бедствовал и, напротив, переживал времена богатые. Одно было неизменно – на Жадовские земли всегда стремился неистекаемый поток паломников. Так было до советского времени. В 20-е годы у обители отобрали земли и имущество. В 30-м году были арестованы последние ее насельники. Главная святыня, икона Казанской Жадовской Божьей Матери, была утеряна. Здание храма простояло еще несколько десятков лет. Там временно расположился ремонтно-тракторный цех. Но в 60-е годы пришло и его время. Конечно, это все было трудно разрушить. Тут, как говорили, сначала были взрывы, потом уже растаскали буйдозерами, техник подогнали, вытолкали остатки храма, кирпича, что-то здесь раздровняли, что-то вот туда за ворота вытолкали. К 90-м годам от старинной обители на холме остались лишь груда кирпичей, обломки стен, до два разбитых жилых корпуса. С них и началась новая история Жадовского монастыря. Однажды на стене одного из корпусов появились святые лики. Вот как раз в середине мы сдолкали. И свет-то бегали выключается. Думали, это кто-то кино показывает. Причем это... Бурыш, а приехали. Кто-то зарует. О том, что говорили до того, что это со спутника. И кто-то взылает. Чего только не говорили. Схиегумен Агафангел, ставший свидетелем чуда, и положил начало новой истории Жадовского монастыря. Он же стал первым наместником ожившей обители. Приняв управление и руины, он возродил Жадовскую пустынь и оставил о себе очень добрую славу. К нему съезжались верующие со всей Ульяновской области и из-за ее пределов. Многие православные священники считали его своим духовным отцом. Схиегумен Агафангел покинул наш мир в 2018 году после продолжительной болезни. Но верующие и по сей день вспоминают доброго, благодушного батюшку. Живо и главное детище его – Жадовский монастырь. Сегодня его знают далеко за пределами Ульяновской области. Еще на заре Возрождения была вновь обретена икона Казанской Жадовской Божьей Матери. И сегодня поток паломников, желающих поклониться главной святыне монастыря, не иссякает. Для верующих здесь всегда открыты двери. Работает трапезная. Для тех, кто приехал издалека, есть комнаты, где можно остановиться. Денег за это с них не возьмут. Люди приезжают, спокойно могут помолиться, как-то в тишине монастырской приобщиться, прийти просто без суеты, без каких-то болтаний прийти помолиться. Отдохнув в Жадовском монастыре и душой и телом, наша команда отправилась дальше. Путь наш лежал через глухие барышские леса в деревню Сорокино. Буквально бок о бок с ней расположилось замечательное место с необычным названием – лесотель «Самовар». Круглогодичных бас отдыха в нашем регионе не так много. Большинство из них находятся на берегах Волги. Тем удивительнее было для нашей команды попасть вот в такой отель, который впрямь находится среди заповедных лесов. И где отдыхающим рады круглый год. А зимой приезжают именно ценители. Вот дикости вот этой зимы русской, белого снега, тишины, да. То есть люди, ну, и еще есть люди, которые занимаются спортом. Зимой сюда приезжают любители езды на снегоходах. Еще самовар – любимое место отдыха байкеров. Любителям более тихих видов спорта здесь тоже найдется, чем заняться в снежную зиму. Чем тут можно заняться? Как проводить время можно? Мы сдаем в аренду лыжи. У нас есть лыжи, у нас есть коньки. Можно покататься на коньках. А снегоход. Мы катаем, купили банан, зимний банан. То есть на него надувают, прицепляют за снегоход. И вперед можно вот вдоль плотина. Очень интересно. На большой спорт во имя у нас было мало. Зато вот на ватрушках мы всей командой накатались от души. Погуляли, надышались свежим воздухом, пообщались с юной пони. Красавица стала первой обитательницей открывающегося в самоваре экопарка. Вскоре к ней присоединятся ослик и кролики. Было бы время, мы бы еще и удочки закинули. В лес отеля есть большой пруд, и говорят, клюет там отлично. Одним словом, здесь и зимой не соскучишься. А еще в самоваре есть настоящий кот Баюн. Очень гостеприимный и никак не желающий отпускать дорогих гостей. Но нам пора отправляться дальше. Нас ждет Измайлова. Еще одно старинное село, затерянное среди густых барышских лесов. Именно из-за них сюда несколько лет перебралась Екатерина Воротникова со своим супругом. В Измайлово их привела мечта о домике в лесу. Благо профессия в сфере IT позволяла жить вдали от мегаполисов. Место было выбрано практически случайно, но, как оказалось, очень точно. Я знаю, что местным жителям не очень, не всем важно, потому что как-то это постоянно на глазах. Может быть, и не так красиво, как говорят, глаз замылился. А мы это увидели, когда у нас, мы очень удивились, и прям такие, да это всем надо рассказывать, всем показывать, всех сюда звать. Сердце Воротниковых Измайлова покорила моментально. Достаточно было прогуляться по центральным улицам села, чтобы понять, что это место с долгой и интересной историей. Связана она с именем купца Шатрова, который для рабочих своих суконной фабрики выстроил целый поселок. В Измайлово сохранились несколько зданий. Они есть целые, есть руинированные. Это два ансамбля, объекты культурного наследия. Ансамбль суконной фабрики и ансамбль фабричного поселка. Вот этот дом, который у нас сейчас за спиной, это часть ансамбля суконной фабрики. Называется дом жилой для рабочих фабрики. Деревянный, двухподъездный, двухэтажный дом, украшенный невероятно тонкой и искусной резьбой. И построенный для простых работяков в 19 веке. Он наглядно демонстрирует, насколько нетривиальной фигурой был купец Шатров. О своих людях он заботился. Строил жилье, дома культуры, школы, богадельни. Он был весьма прогрессивным товарищем. При нем в Измайлово на 20 лет раньше, чем в Симбирске, появилась электрическая станция. Искупленный у предыдущего владельца суконной мануфактуры, он сумел сделать одну из лучших в России современных фабрик. Николай Яковлевич Шатров был и весьма успешным дельцом. Мне лично, например, нравится история Шатрова с точки зрения экономики. Если посмотреть на адресационных предпринимателях, это такие стартаперы адресационные. Это то же самое, что сейчас у нас происходит. И вот посмотреть, как они думали, как они принимали решения. Я нахожу какие-то вот такие факты интересные. Их перекладывать на современность, мне кажется, это классно. Это же наш опыт наших предков. Да, махинации, например, с юридическими лицами, с акционерными обществами. Как удержать, например, своего управляющего, который переханчивал другой конкурент из Поливаново. Таких примеров у Екатерины масса. История Николая Яковлевича Шатрова и его села Измайлова настолько захватила ее и ее супруга Александра, что они с друзьями открыли здесь совершенно необычное и очень креативное пространство дом инженеров. Всегда приезжают художники, видеографы, фотографы, дизайнеры, то есть творческие профессии. Что сейчас такое модное, креативная индустрия. Ну и, собственно, мы здесь создаем проекты совместные, творческие и не только. Дом инженеров – это общественное культурное креативное пространство. Расположилось оно в здании, где когда-то жили инженеры с уконной фабрики Шатрова. Отсюда и название проекта. Дом восстанавливали все вместе и даже пришлось привлечь известный проект «Томсойерфест». Чтобы из старого разваливающегося домишки получилось современное уютное пространство с хостелом, зоной каворкинга, швейной мастерской и кофейней. Удобства, вай-фай – все в наличии. Гостями дома инженеров становятся не столько измайловцы, сколько люди, приезжающие сюда отдыхать, творить и работать вдалеке от суеты больших городов. Сюда переезжали ребята из Санкт-Петербурга, из Москвы двое девушек, приезжали архитекторы, жили. Поэтому у нас постоянно тут такой поток приездов, уездов. То есть кто-то пробует просто пожить для себя, кто-то приезжает сюда поработать в тишине. То есть постоянно такая вот история. Но дом инженеров – это не только про бизнес. Это еще и глоток свежего воздуха для самого Измайлова. Ребята из креативного пространства стараются привлекать интересных резидентов, заводят на территорию села яркие проекты и события. На протяжении лета мы проводили здесь арт-резиденции по направлениям художников, там литература, сюда приезжали в литературный город ЮНЕСКО. Фидеографы приезжали, фотографы, дизайнеры. И мы делали совместные проекты. Вот у нас видео получилось, театральный спектакль скоро будет. Вот он, дауншифтинг в действии. Уехать из шумного города, чтобы развить бурную деятельность в тишине лесов. Но на самом деле такая деятельность – это здорово. Нашей команде во время путешествий приходилось не раз видеть умирающие и затухающие деревни и села. И то, что мы увидели сегодня в Измайлово – это невероятно жизнеутверждающая история. Пусть таких будет побольше. Пусть в каждом маленьком городке или деревне однажды появятся такие креативные, позитивные и увлеченные люди, которые сумеют повернуть время вспять и вдохнуть новую жизнь в старые уголки нашего края. А мы с удовольствием будем приезжать к ним в гости и рассказывать их удивительные истории в нашей симбирской кругосветке. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...